всем приятной жизни с вами юля жена шашлыка и мы продолжаем играть в sims 3 у нас сейчас ночь скоро проснутся наши симсы утром и мы выдадим им задание у нас старенький сосед теперь они реально все постарели для нас дом престарелых прикольно они продолжают ломать все ого это что такого раньше кстати говоря не было то есть наши соседи они ну хотя не на главной фотографии в сейвах они отражались но вот здесь их не было а сейчас они все видимо догрузились и теперь у нас семьи 8 человек но они все старенькие прям все один этот карл по моему только не по моему чек в семью что ли приняли как так получилось и мы ими управлять можем нет вы представляете они каким-то образом попали в нашу семью я этого не очень хотела бы на самом деле как так получилось ну ладно что поделать будем их тогда убивать что с этим можно сделать не знаю как бы как так случилось почему соседи стали членами семьи это неожиданно да фантастика так но енифер наверно вот покушать пабло помыться ну я не знаю этими чуваками как-то управлять не управлять они нам особо не нужны свободный денек а он у всех свободный денек так что у нас девочка почему она не встала до сих пор кошмар успеет помыться же поесть так пабло чини давай у тебя сегодня выходной чини душ кушай чини посудомойку на стол походу надо было больше покупать так она что у тебя и задание помыться было принимать душ здесь да у них сегодня у всех выходной поэтому енифер повышай свое настроение иди поиграй в комп пока его опять никто не сломал какие вы кровожадные тут предлагают симов которые лишние уничтожить разными способами так они деньги вообще-то на приносили а сейчас они что-то уже походу не будут приносить это называется пустили соседа он прижился и теперь живет все время самое не очень в этой ситуации что они-то старые они будут еще долго жить там у них по моему старение дней 20 наверное но до смерти то есть это очень долго так пабло тебе не надо упражняться мы вообще выкинем наверное эту штуку так иди сходи в туалет и будем заниматься зельями а вот по заказу сейчас один кто не растерялся пабло не растерялся молодец пабло спас но теперь надо заменить вычтем этой зарплаты у этого чувака который к вообще даже не знаю кто тут спалил вот этот наверно он есть так сильно хотел плохое качество возьми и съешь себе овсянку блин на самом деле так не хочется заниматься сейчас еще вот этими нулевыми персонажами которые ничего а нет что-то они умеют кстати но вы представляете они что-то умеют как вот я только не пойму как они смогли попасть сюда так какой ужас она от испугаетесь теперь у нас этих сообщений про приглашение на вечеринку будет огромное количество пабло давай не отвлекайся и следу зелья еннифер ты бы тоже занялась зельями потому что нам надо в нас времени как бы не так много как кажется пожарные волны почти уже тут уже пол дома выгорело пока этот пожарный приедет давайте купим еще один стол а вообще нет давайте не так давайте сейчас мы приобретем недвижимость станем со владельцем конечно поломанный комс и анна продала картина давай рисуй еннифер чинит компьютер и скоро станет со владельцем чего-нибудь там давайте недвижимость недвижимость да вот была недвижимость стать со владельцем а может быть посмотреть недвижимость значит что мы можем купить дом будущего а это просто а вот есть всякие электрогитары например кафе может быть прикупим как бы у нас хватит только я не пойму как может быть надо поехать в город купили в собственность ой так счастье всей жизни у нее исполнилось она же мечтала стать со владельцем давайте посмотрим может так что то можно еще купить в собственность мы не можем так вот раньше было стать со владельцем сейчас я что-то такого не вижу вот стать партнером можно но у нас уже денег нет ладно все понятно давай анна обаяние надо развивать репетируй речь пока твой муж будет пабло давай занимайся я не пойму почему он не хочет он в спорте хотя он хочет кулинарией заниматься вообще мне непонятно так работой профессии нет мне конечно привычно когда так много персонажей то есть это вообще несложно просто 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 неожиданно они все появились поэтому поэтому в принципе у нас и денег столько сразу много стало потому что они все видимо со своим бюджетом к нам переехали так а давайте посмотрим он молодой он взрослый но он только недавно у него день рождения исполнился и этот тоже взрослый а этот пожилой ему 82 дня этому тоже этому 83 дня этому нисколько 86 дней короче у нас енифер самая взрослая среди всей этой компашки а анна повзрослеет через два дня почему-то они прохлаждаются и ничего не делают я не понимаю ты работу нашел ты почему они все не по профессии ему нужно в армии такой сейчас нет там нет ну просто вот такое количество персонажей в семье как бы оно лишает возможности ну как-то размножаться основным героем Пабло, ну долго еще? Можно подумать, что карьера в спорте самая такая халявная. У Енифера опять не хватает друзей. Что за жизнь такая? О, ей надо заводить друзей. Короче, сейчас заведет друга и надо просить у него денег. Привет, Юля, привет всем, привет, Дэвид Шрайнер. Нет, с двумя одновременно невозможно, мне кажется, подружиться. Надо как-то об одном думать. Можно вспоминать детство, карьера, личная жизнь, музыка, старые добрые деньки и школу. Зашибись. Драконы и титаны игра? Я такой тоже не слышала. Так, Анна завершила картину, но уже лучше она рисует значительно. Что, Енифер уже спать хочет? Кошмар. Так, пусть подаст ужин, макароны с сыром, свои любимые. Муравьинт, это про муравьев? Так. Давай иди учись играть в шахматы. О, у нас сразу два дня рождения, представляете? Какое бывает? Даже больше. Что? Они что, умерли? Скорбетти. Знаете, один отмечает день рождения, а два умерли. Они, наверное, поэтому в нашу семью принялись, чтобы призраками официально быть на нашем участке. А у этого праздника, а эти плачут. Карл теперь пожилой человек. Да, я, походу, погорячилась, что они будут долго жить. Такая же судьба, кстати, может ожидать и нашу Енифер, если мы не поторопимся и не... А у этого тоже день рождения. А у этого тоже день рождения. Давай, съешь овсянку и ложись спать. А ты тоже не дай его сдохнуешь. Воскрешай тебя потом. А этот что? Тоже, что ли, умер? Саймон, упал в обморок? Ну как, разная, злая. О, тут теперь вообще с Адом и Гаморном. Все рыдают, рыдают. Так. И так поспишь. Кошмот, 27 сообщений вы видели? Это вот когда каждому сообщают, что он стал свидетелем смерти другого человека. Теперь у Енифер вообще друзей не осталось. Представляете, как мне теперь тяжело? Это Бриан, Пабло. Пабло, быстро спать. Ты, Бриан, что с тобой? Тоже спать ложись. Так, Карл, тебе бы тоже поспать не мешало. Старость не радости, как говорится. И Анне тоже пора спать. Сейчас поест и пусть ложится спать. Она тоже хочет... О, она хочет стать всемирно известным хирургом. Давайте, это круто очень. Она может потом определять по детей, там у беременных друзей. Ну и вообще она там тоже всякие эксперименты может проводить. Это круто. Ты знаешь игру ФНАФ в Варроу? Нет, не знаю. Может еще трибунал пройти? Не знаю тоже эту. У меня есть свой ВКонтакте. Ты, да, про это спрашиваешь? Да, я есть ВКонтакте. Конечно. У меня не все шашлыковское. Да, у нас теперь кровати освободились. Две можем еще соседей по комнате пригласить. Такая шутка юмора. Я надеюсь, они не станут опять нашими призраками местными. Я предлагаю построить склеп, потому что... Как-то стоящие посреди комнаты две урны с прахом, это так себе идея. Давайте построим отдельный склеп. Вот тут, например. Он пока маленький. Я думаю, в перспективе он уже будет большой. Вот, вот так вот, собственно, вы бы тут предлагали их убивать, там, это... Сами померли? О, дверь смерти. Шикарный вариант для склепа. Давайте его как-нибудь красиво покрасим. Снаружи и внутри, там, камни как-нибудь. Камни, минералы. Какое-нибудь такое. С всех сторон покрасилось. Ну, конечно, не так мрачно, как хотелось бы, но тоже пойдет. Крыши. Какие у нас тут крыши? Ну, пойдет, ладно. Так. Перенесем наши урны. Останки. Ну, кстати, если бы мы потом сначала их вынесли, а потом бы поставили, то они вот такие вот бы остались. Вот как вот здесь, например. Так, норм. Семейный склеп начал свою работу. Я надеюсь, что Йеннифер не умрет. Ну, я не знаю, что лучше, Sims 3 или Sims 4. Я же говорю, мне более привычно Sims 3, потому что я его много времени проходила, там, все в нем практически знаю. Знала, во всяком случае. А в Sims 4 я очень мало играла, но это более новая версия. Ну, там куча же дополнений потом выйдет. К Sims 4 есть. Ну, они уже вышли, но потом же еще будут какие-то. Вот. То есть, что то, что то, очень хорошие игры. Во всем можно играть. Карл. Карл это у нас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, это за Карлом приехала машина. А он еще у нас, как всегда, ни о чем, да? Даже в туалет не успел сходить. Ну, ладно, иди в туалет. На работу, езжай. Ну, что поделать? Плохое настроение у тебя. Да, конечно, всех подкосила эта ситуация. Карл, помройся и иди на работу. Хватит скорбеть по ним. Все с ними норм. Так, все равно с соседей взяли квартплату. Ну, правда, из-за того, что двое померли, с них теперь меньше взяли. А тут все разобрались, в чем тут дело. Пабло, давай, приводи себя в порядок. Спатит, спатит, но помрешь с голоду. Тут это очень актуально сейчас. А это кто у нас везде лечит? Ты кто? Фридрих Бенсон. У нас такой вообще есть? У нас новый сосед по комнате. Клево. А это типа наша дворецкая? Или нет? Это просто соседи по комнате. В общем, вот такие вот грустные дела у нас происходили сегодня. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами была Юля, жена шашлыка. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok